Мы витаем в Тайдайске аудитории, меня зовут Юлия Латвиненко, я витаю вас из Киева и витаю нашего гостя Игоря Эйдман, сегодня будет у якости эксперта. Пана Игоря, доброго дня. Добрый день. Ну, представлю вас как общественного оппозиционного лидера и начну, конечно же, с прецедента, который всякий раз, день это дня, демонстрирует нам президент Лукашенко. Он, скажите, он выполняет работу пиарщика ЧВК Вагнера, он с таким рвением и так завзято рекламирует и лестно отзывается о ЧВК, что я даже не понимаю, что это. Это рождение какого-то нового политического союза, альянса, с чем мы имеем дело, что происходит? Ну, я хочу сказать, что я, конечно, никакой не лидер, я не занимаюсь какой-то публичной политикой, не веду массы вперед, я скорее эксперт. Значит, теперь по существу. Значит, что касается Лукашенко, почему он пиарит ЧВК Вагнера? Дело в том, что, пока Лукашенко, это очень напуган. Он напуган ситуацией России, на которую он отпирается, она слабеет. Он видит, что, значит, в Украине война зашла в тупик, и внутри России всякие проблемы, катаклизмы, перевороты, черт знает что, свары и прочее. И он боится, что его противники, как внутри страны, так и за рубежом, воспользуются слабостью России для того, чтобы ликвидировать его преступный режим. Это, может быть, его страхи преувеличены, тем не менее, он явно боится. Он боится, что, возможно, какой-то там интервенции со стороны Украины, Польши, полка Калиновского, каких-то других белорусских добровольцев и прочее, прочее. Ему нужно продемонстрировать свою силу, что вот он силен, он опасен, грозен, он отобьется, он может, наоборот, еще поразить врага. Поэтому он так пиарит две вещи в последнее время, особенно он пиарит, это вот это ядерное оружие, причем он зашел так далеко, что его уже даже российские власти вынуждены осаживать. Потому что он начинает утверждать, что Лукашенко, что это ядерное оружие чуть не будет, он им будет распоряжаться. А в действительности, конечно же, как говорят российские власти, она будет продолжать находиться ядерное оружие в руках и под управлением России. И Лукашенко здесь просто, значит, как склад, да, выступает, как, значит, такой камера хранения для этого ядерного оружия, не более того, они владели. Значит, это первое. Второе, вот он начинает пиарить Вагнера, что вот теперь у него, мол, Вагнер будет за ним, значит, и он такой страшный, ужасный, Лукашенко будет обладать сейчас своей частной актой. Напугать пытается врагов. Ну, насколько это у него получится, я не знаю. Вообще, как бы, это банда Вагнера, это вообще такая вещь, палка в концах, как говорится. То есть, с одной стороны, действительно, они могут там от Лукашенко чего-то защитить теоретически, но они же могут и Лукашенко, например, свернуть и арестовать в силу слабости белорусской армии и слабой ее лояльности Лукашенко. Значит, и могут это сделать и по приказу из Кремля, и, кроме всего прочего, мы видим, что пригожен человек амбициозный, непредсказуемый, я не знаю, решить, например, стать диктатором Беларуси или какого-нибудь другого своего ставника привезти. Возьмет его два счета, может арестовать Лукашенко. Значит, если там будет вот эта банда Вагнера в полном или почти полном составе, перебазированных в Беларусь, а, говорят, там уже созданы лагеря и палатки для многих тысяч людей, то, конечно, украинская армия, украинская, говорилось, белорусская армия не сможет и силы Лукашенко не смогут ей противостоять. И, таким образом, Лукашенко, возможно, или даже вероятно, роет сам себе могилу, да, в лице того, и пускает, значит, этого троянского коня России в лице банды Вагнера, значит, на свою территорию, который может потом злую шутку с ним сыграть. А как вы полагаете, вот судьба самого Пригожина, насколько мы ведь знаем, как мы, Кремль, действуют в вопросе своих врагов, да, я так понимаю, с недавних пор для Путина Пригожин личный враг. Если отмести конспирологический сценарий на предмет того, что Путин мог знать о готовящемся якобы мятеже, вот что вы думаете, насколько действительно разговоры о том, что ФСБ получило приказ на устранение Пригожина реальны? Это все вполне вероятно, но надо сказать, что вообще Путин сделал, с моей точки зрения, такую роковую для себя ошибку. Дело в том, что вообще известно, да, и это есть в различных исследованиях о мафии, что среди мафиози, да, во время их всех разборок считается опаснее всего не добить врага, потому что недобитый, а только слегка там подраненный враг, это самый худший, самый опасный враг. Значит, поэтому мафия всегда стремится добивать своих врагов. Здесь, а в России, естественно, у власти мафия, да, и правила там мафиозные. И вот Путин, видимо, в силу же слабости своей отступил от этого правила, и он недобил, выпустил из своей рук, из своей пасти врага, опасного врага. И Пригожин, я думаю, естественно, никакой благодарности ему за это испытывать к нему, к Путину, не будет, а наоборот, попытается это использовать обстоятельство, как второй шанс совершить какой-то радикальный переворот в России. Надо сказать, что и в заговоре против Павла Первого, а сейчас многие вспоминают эту ситуацию, потому что Павел Первый, как и Путин, тоже был в неадеквате полном, и, значит, окружение с ужасом наблюдало за его чудачеством. Так вот, в заговоре, в убийстве Павла Первого участвовали прежде всего те сановники, которых Павел сначала, значит, сначала они впали в немилость, а потом он их простил. Простил и опять приблизил. Вот и результат. У нас в России, значит, благодарности люди не знают в таких ситуациях. Поэтому я думаю, что Путин сделал крупную ошибку и пригожен еще себя покажет. Другой вопрос, могут ли они его убить сейчас? Я думаю, что они хотят его убить сейчас, но я думаю, что это не так просто. Мы видели, как эффективно, в кавычках, в России работают спецслужбы, в том числе и в области наемных убийств. Как они отравили Навального эффективно, опять-таки, в кавычках, Карыма Урзуга, Дмитрия Быкова и многих других оппозиционных представителей. Скажем так, тех, на кого покушение не удалось, было больше, чем тех, кого удалось устранить. Так что сравнивать это, конечно, невозможно, потому что того же Навального никто не охранял, а пригожно охраняет и огромная служба безопасности из тех же профессиональных чекистов. И, кроме того, у него наверняка куча своих прикормленных, купленных агентов во всех силовых структурах, которые ему тоже могут доносить эту ситуацию. Поэтому я думаю, что Путин бы и рад убить пригожно, но я думаю, что это не так уж просто. Этот так называемый незавершенный мятеж происходил на фоне достаточно успешного продвижения украинских вооруженных сил. Поговорим о контрнаступлении сейчас. Я полагаю, вы видели вчерашнее интервью генерала Заложного, который сказал, что меня вынуждают идти сейчас, продвигаться вглубь, хотя я понимаю, что должной техники у нас нет. Речь, конечно же, идет про F-16, про обещанные F-16. Как вы полагаете, почему такое промедление в поставках вооружения, и как вам видится дальнейший план, театр военных действий, и как будет действовать Заложный, и как можно, в предлагаемых обстоятельствах, не имея преимущества в воздухе? Ну, я не военный эксперт. Сейчас очень много военных экспертов. Можно сказать, каждый второй, выступающий с какими-то комментариями, начинает изображать из себя военный эксперт. Я, конечно, не буду этим заниматься, какие-то предсказания делать. Я бы, кстати, сказал, что я читал интервью с Заложным. Он не говорил, что меня вынуждают наступать. Нет, он такого не говорил. Он говорил, что его раздражают те наблюдатели, которые, значит, ну, я так немного своими словами передаю. Значит, сидят там в мягких креслах и говорят там, почему украинцы так медленно наступают. Потому что в действительности делают все, что можно, и каждый метр от военной земли оплачивается кровью. То есть вот эта мысль у него была, а не то, что его вынуждает кто-то там непонятно наступать. Это первое. Второе, что касается оружия, да, поставок оружия. Я думаю, что все будет, но, к сожалению огромному, вот этот маховик этих поддержки Украины, он раскачивается достаточно медленно. Я думаю, что, в общем-то, это не то, что я думаю, а судя по той информации, которая есть в открытом доступе, судя по сообщениям западных СМИ, осенью самолеты будут. И, к сожалению, не сейчас, да, но вот такие обстоятельства. Я думаю, что это не остановит украинское наступление, и Украина будет побеждать пока, и даже самолетов у нее еще этих нет. Я хотела бы вот о роли наших союзников. Как вы полагаете, если действительно это промедление с поставками вооружения будет до конца года, о чем это может говорить? О том, что конфликт переходит в затяжную фазу, или все-таки будут предприняты попытки некоего заключения, некоего договора? Но президент Зеленский отметает всякие варианты, за исключением капитуляции России. Во-первых, как бы не Зеленский отметает, а и Путин не готов тоже, к сожалению, скажем так. Путин тоже, то есть Зеленский не является здесь причиной продолжения войны, а причиной продолжения войны является Путин. Потому что Путин отнюдь не собирается даже останавливаться. Судя по его заявлениям, он совершенно не готов останавливаться. Он просто продолжает воевать с Украиной, продолжает пытаться уничтожить Украину как независимое государство, а украинцев как независимый народ. Пока он, значит, у власти, он будет стремиться к этой бредовой, сверценной, параноидальной цели до конца. И мы это видим. Поэтому здесь корень причины именно позиции Путина. Значит, дальше, что может быть? Никто, конечно, Запад ни в коем случае не будет принуждать украину, значит, поцеловать, как в известном художественном произведении, поцеловать вору-руху, да, то есть как-то пойти на поклон Путину. Такого не будет. Запад будет помогать, продолжать всячески помогать Украине, и помощь будет усиливаться. Другой вопрос, что, скажем так, не все наши желания можно реализовать мгновенно. В том, что и с самолетами, и прочее, прочее. Здесь политика Запада, она в том, чтобы душить, значит, Путина, душить путинский режим, не делая резких движений. Почему? Чтобы не случайно, не спровоцировать его на какие-то очередные боли, еще масштабные безумства, типа применения ядерного оружия. То есть идея в том, чтобы, вот как Пригожий называл Путина с счастливым дедушкой, идея в том, что Путин пребывал в состоянии счастливого дедушки, который не понимает, что с ним происходит, что его душит. До самого конца, до того момента, когда он просто уже будет, значит, уже задушил, что называется, и ликвидировал. То есть до того момента, чтобы он не успел до того момента, когда у него просто уже не будет ресурсов на какие-то безумства, да, у него не будет уже ни силы такой, ни власти, чтобы начать, например, ядерную войну. До этого момента его стараются не делать резких движений, как вот душат, не знаю, как охотники на змей, да, чтобы осторожно подкрасться к змее, значит, и палкой ее, значит, задушить, да, проткнуть ей горло. Вот примерно так же ведут себя в Путина коллективный запад. То есть поэтому они все делают по шагам, степ-бай-степ. Значит, начинают повышать уровень поддержки Украины, смотрят, что происходит. Ничего не происходит, особенно со стороны Путина. То есть никакой реакции, ничего-то мне ядерное оружие не применяет там и так далее. Значит, можно еще дальше так. Сначала, там, не знаю, поставили противотанковое оружие, но все спокойно, значит, Путин никаких безочередных, значит, таких по планку не поднял экскалации. Идем дальше. Продолжает все на том же уровне. Поставляем танки. Опять Путин, значит, продолжает огрызаться, продолжает совершать преступления военные в Украине, но это все не является какой-то новым витком конфликта, новой эскалации. Хорошо, тогда самолеты поставим и так далее. То есть степ-бай-степ. Мы говорим с вами практически накануне ожидаемого, долгожданного, я бы даже сказала, саммита НАТО в Вильнюсе. Какие ваши ожидания от этой встречи? Будут ли удовлетворены и взяты во внимание пожелания президента Зеленского? И увидим ли мы совершенно новый, качественно новый меморандум по заключению этого саммита? Потому что, ну, похоже, что мировые институты безопасности нуждаются в некоем реформировании. Вот как вам видится? Вы знаете, я, вот исходя из той логики, о которой я говорил, что запад не хочет сам совершать резкие движения, чтобы на эти резкие движения не провоцировать весноватого в Кремле. Значит, поэтому я не жду даже от этого саммита каких-то прорывных резких движений. Да, значит, уровень помощи Украине повысится. Да, будут какие-то новые гарантии для Украины, безопасности Украины. Но какие-то прорывные вещи, ну, например, что Украину вдруг примут в НАТО. Или скажут, что скоро примут в НАТО. До окончания войны. Такого не будет. И, как я уже сказал, это стратегия именно степ-баст-степ, по шагам двигаться. И все время повышать планку поддержки, повышать уровень давления на путинский режим. Планку поддержки Украины и уровень давления на путинский режим. Но без каких-то вот таких резких совсем движений, чтобы численного дедушку сильно не напугать, чтобы он как крыса, загнанная в угол, не бросился там с ядерными бомбами ни на Украину, ни на Европу. Решение Польши привести имеющееся у себя оружие в полную боевую готовность. Как вы прокомментируете? Не кажется ли вам, что это может быть такой шаг в предваряющий, может быть, решение Путина? Как-то напомните себе в преддверии саммита, потому что мы следим за ситуацией вокруг Запорожской атомной станции. Насколько действительно Путин воспримет это как некий джокер для того, чтобы каким-то образом повлиять на высокое собрание, которое примет участие в саммите НАТО, потому что он, например, применит как шантаж, использует подобного рода военные технологии. Вот просто запугивание, шантаж или, не дай бог, действительно взрыв на ЗАЭС. Вот к чему может приведуть накануне саммита Путина? Нет, конечно, зачем взрывать эту атомную электростанцию? Ведь ему ничего не даст, кроме множества. Множество проблем, в том числе и внутреннюю. Игорь, а Каховка? Каховка, значит, во-первых, Каховка, это было, значит, если принять украинскую версию, то Каховка это было тактическое действие, чтобы сорвать или помешать украинскому наступлению. Значит, для того, чтобы помешать украинскому наступлению, пока, по крайней мере, я не вижу, чем этот взрыв может помешать украинскому наступлению. Скорее наоборот, смотрите, им же тоже придется оттуда драпать. Оттуда из зоны поражения. Они же не будут сами себя облучать. Игорь, а как готовность применить ядерное оружие? Я, кстати, надеюсь, что все-таки это блеф, ядерный блеф со стороны России, готовность применить ядерное оружие. Понимаете? Они же понимают, пускай они там, конечно, люди там не все адекватные, но они же понимают, что применение ядерного оружия это фактически путь к глобальной ядерной войне. Значит, и эта ядерная война закончится для них крахом, смертью. Понимаете, я не знаю, если они старые люди, о себе не думают, у них там есть, у всех куча детей, в том числе и у Путина, от Кабаева и так далее, которых они уже сделали давно мультимиллионерами, миллиардерами, карьерами сделали, всякие там Патрушевы и все прочие, Рутенберги, целые династии уже. Понимаете? И они собираются жить долго, они собираются жить хорошо, красиво, передать собственность детям, внукам, правнукам, сформировать какую-то элиту. А что будет, если они устроят ядерную войну? Все сгорят в ядерный пепел, превратятся и все. И они, понимаете, вот бывают такие люди, да, вот как в секте, например. Ну, например, я не знаю, во время гонений на старообрядцев, старообрядцы в царской России, там, например, Петра Первого того же, значит, и даже несколько раньше, они в сруб закрывались и поджигали себя. Понимаете, потому что они были религиозные фанатики. Но эти люди не фанатики, они, это сибориты, я имею в виду российские власти, российская верхушка чина. Это сибориты, это люди, любящие красиво пожить, это люди, обремененные, как я уже сказал, семьями. Я не думаю, что они способны на такое коллективное самоубийство. Спасибо за вашу оптимистичную точку зрения. Игорь Эйгман был снова на звязку. Дякую за можливость почуту вашу точку зору. И нагадаю нашим гадачам, что вы можете ставить свои лайки, свои запытания, свои комментарии, это важливое, не только для нашей команды, но и для наших гостей. На все доброе. Дякую, до побачения. Редактор субтитров А.Семкин